Друзья, это может быть новое шоу на канале, но решать будете, конечно же, вы и если в первом выпуске школьник не налажает. Историю про школьника Егора я вам расскажу в середине выпуска. Сегодня будет первая татуировка без подготовки. Если у него все получится, то мы готовы студии научить его делать классные татуировки. Начинаем! Друзья, давайте расскажу в двух словах суть сегодняшнего ролика. Наш школьник, не очень красиво, конечно, я его называю, но вы его сейчас увидите. Наш школьник Егор будет впервые делать татуировку на госте Антоне. Артеме. Будет делать татуировку на нашем госте, которого я нашел в паблике Забитые, Артеме. Артем не знает, на каком месте будет татуировка и даже еще не знает, что ему будет колоть. Егор тоже нифига не готов. Я сказал, что все исключительно на камеру и идея татуировки, и эскиз, и реализация. Поэтому Егору сегодня будет сложно, но если он выдержит и вам зайдет этот выпуск, то вы обязательно должны написать в комментариях продолжать нам это шоу, у которого даже еще нет названия. Или же не продолжать. Это Егор, наш школьник, который сегодня будет колоть татуировку. Это... Артем. Не Антон. Артем. Жертва, гость студии, который получит... Так, а что, что, что... Так, начнем с того, что нам надо выбрать место и идею татуировки. Идею ты предлагаешь, либо же мы сейчас сделаем, как это называется, лотерею. Сейчас подготовим четыре идеи татуировки. Две от мастера. Какой мастер? Кстати, ни в коем случае не называем начинающего татуировщика мастером. Потому что мастера татуировки очень сильно в тату-бизнесе напрягаются, когда их называют мастерами, правильно? Он же, типа, начал делать татуировки, он, типа, не мастер. Две идеи будут татуировки от татуировщика и две идеи от гостя. Так, какие места? Шея. Реально шея? Ну да. Первый выпуск, первая татуировка, шея. Шея. Грудь сюда. Грудь. Одно место будет от меня, живот. Не-е-е. Ну почему? Отвратительное место. Очень криво сделает. Да не надо, да нет. Твое место. Голень спереди. Голень спереди. Так, а мы спросили, можно голень спереди? Да. Четыре идеи татуировки. Love в Dark Lettering. Love. От меня будет ЗБТ. Артем. Now. Как? Now. Ну, сейчас. И четвертое скажет Рома, который снимает этот ролик. Пупок вокруг пупка. Да, бля, я сейчас. Давай. Да что я подписал? Пупок вокруг пупка. Начнем лотерею. Друзья, я перед началом хочу порекомендовать вам самый крупный тату-магазин в России и СНГ. Наших партнеров. Магазин 28u.ru. Там мы закупаем всю расходку в студию. Там низкие цены, быстрая доставка. И еще информация. Для тех, кто начинает делать татуировки, мы запустили тату-наборы от забитых, в которых есть все необходимое. Друзья, по ссылке в описании переходите, вводите промокод ЗБТ и получите бесплатную доставку. Ну, а мы начнем лотерею. Итак, лотерея. Татуировщик тянет эскиз, гость тянет место. Упало, да? Я тоже раскрою что-нибудь. ЗБТ. В связи с тем, что татуировщик начинающий, и у него нифига своего оборудования нету. Я тоже сейчас не делаю татуировки, потому что у меня была операция, и нагрузку на руку пока нельзя давать, потому что весь сустав болит. Это пакет Венс, не реклама. Тут просто все мое барахло. Короче, я ему дам всю свою оборудку, и колотен будет сегодня очень крутыми тачками от моего друга Димы Кудряшова. Ну, типа, они все делают. Поэтому шея – это очень поганое место. Но эти тачки пробивают, не знаю, даже свинью. Ну, ты не свинья, я просто про то, что шея мягкая и, типа, неудобно. Поэтому оборудование будет мое. Наш ученик набросал вот такие набросочки. Сейчас будет делать фрихенд, что-то типа того. Начинайте, парля. Ты будешь подглядывать? Да, конечно. Так, подожди секундочку. Перед тем, как сделать фрихенд, что надо сделать? Обеззаразить. Так, ситуация изменилась. Мне казалось, что это будет вот это место, и надпись ЗБТ будет горизонтально. Оказалось, что... Мы можем и горизонтально. Оказалось, что Егор решил это сделать вертикально и чуть-чуть зайти на челюсть. Да? Да. А ты спрашивал у него, мы вообще можем зайти на челюсть? По получелюсти я только сейчас спросил, не, я могу это сделать вот только у вас здесь на шее, до челюсти. Если честно, я вообще уже ничего не понимаю. Так, короче, давай. Ты сказал, сделай фрихенд. Делай фрихенд. Так, мы заходим на челюсть или нет? Я не знаю, давай подбросим монетку. Итак, пацаны подтупливают. Мы определились все-таки, что мы делаем вертикальную татуировку. И мы принимаем сейчас решение, будет ли буква заходить на челюсть или же нет. Да? Да. Это значит, если Орел, то заходит на челюсть, эта татуировка у нас большая. Если Решка, то она будет маленькая. Нет, она просто будет прохладить на плечо. А, она будет заходить на плечо. Орел заходит на челюсть, Решка заходит на плечо. Блядь! Ты бы переснимил. Упала Решка, поэтому снимай футболку. Как будто бы не очень уверенно сегодня все. Сейчас, остановись, Струни. Остановись. Выпрямил так руки. Ну вот я на монтаже вообще, я приближу, и вы увидите, что у него трясутся руки. Ты как в машину их держать будешь? Самое забавное, что как только мы сказали вслух, что у него трясутся руки, они будут сейчас трястись еще сильнее. Так, ну что, ты готов? Да. Ты мне? Рука у тебя трясется прямо с мочкой. Так, Диана. Да, ладно, окей. Так, подавись секундочку. Стоп, стоп, стоп. Ну, мы должны же начать, правильно? Как-то? Да? Как? Ну, как? Сегодня Егор сделает свою первую татуировку. Он будет делать Артему. Артем программист. И он сказал, что он панк и готов на все. Поэтому в конце, если будет плохо, что будет Егора? Пиздец. Егор немного нервничает, но мы ему сказали расслабиться и будь как будет. Потому что шея это прям... Миш, шея это как? Это пиздец. А, делаем мы троечкой, да? Троечкой. 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 С трясущимися руками. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока. Пока. вы не поверите вот только мы совсем закончили и миша мастер студии подходит берет рулон целый рулон полотенец и выбрасывает помойку берет палку и идет к нему потому что он грязными перчатками докоснулся до святых полотенец студии мы закончили наконец с татуировкой он сделал сегодня первую свою работу в жизни он рисовал три года он шел к этому и но он не делал полоски он делают эти вот это как его как карандашом поэтому решать только вам на мой взгляд тату хон перетемнил но он справился с задачей пишите в комментариях продолжаем его обучать или это был просто ролик и мы все посмеялись ставьте лайк если этот ролик зашел если не зашел то естественно дизлайк ставить не надо и подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик потому что поговаривают что именно этот колокольчик вам присылает уведомления о новых видео на канале целом работа мне понравилась по боли было не так больно как я предполагал на сгибе руки было куда больнее бить и по времени вышло достаточно быстро и это было сложное место это была сложная техника возможно больше да нет невозможно просто больше чем нужно все поверил надо было все-таки делать трансфер да но вам решать